Всем привет! Неделя влогов уже за нами. Я очень рада, что вам настолько понравилось. Еще как-то обязательно повторим. А сегодня, так как обещала, буду рассказывать о своей любимой, недорогой уходовой косметике, которая действительно работает. Я верю в бюджетный уход. Я убеждена в том, что в каждой марке можно найти что-то достойное. И сегодня я буду показывать средства из разных ценовых сегментов, потому что бюджетность это очень относительное понятие. Для кого-то это 2 доллара, для кого-то 20. И я уверена, что в этом ролике каждая найдет что-то для себя. И у меня сегодня нет какого-то конкретного плана действий. Постараюсь более-менее как-то это все структурировать. Но вы знаете, что в описании я все четко расписываю для вашего удобства. Если вы что-то недослышали, недопоняли за всей дополнительной информацией, отправляю вас туда. Давайте начнем с расходных материалов. Мицеллярка, скорее всего, есть у каждой девушки. У меня, как видите, тоже даже не одна. И я зачастую использую ее для того, чтобы сначала снять макияж с глаз, а потом уже я умываюсь каким-то бальзамом для демакияжа, гидрофильным маслом, еще и пенкой. То есть я за то, чтобы мицеллярную воду обязательно смывать. Скорее всего, у большинства из вас мицеллярная вода от бренда Гарье. Мне она чуть-чуть подсушивает кожу, потому что у меня нормальная склонная к сухости кожи и к высыпаниям. Я выбираю что-то более нежное. Вот эта абсолютно недорогая от бренда Эвелайн. Она идет для чувствительной кожи, как бы увлажняет. Увлажнения я здесь не заметила. Но она не имеет никаких отдушек. Она очень бережно удаляет макияж с глаз, растворяет тушь, смывает какие-то карандаши. И главное, что она не выжигает глаза. Это все, чего я ожидаю от такого плана средств. Чуть более дорогая от бренда Урьяж. Она еще более мягкая, но это незначительная разница. Ощущается только при длительном использовании. Так, с первого раза вы бы сказали, что это то же самое. Есть еще одна классная мицеллярная вода от бренда Микса. Она продается в большом формате. У меня, по-моему, для нормальной и сухой кожи. Я потом вблизи вам покажу, обязательно напишу. Вот она тоже замечательная. Они не оставляют никакой неприятной пленки на лице. То есть, вот это заявленное увлажнение, это только маркетинговый ход. Но главное, что они не сушат. Я могу каждой из вас их посоветовать. Любимые средства для безупречного растворения макияжа, это разного плана жирненькие субстанции. Я имею в виду гидрофильные масла и бальзамы для домакияжа. На данный момент, лично для меня, вот этот вот хеймиш самый классный. Не знаю, вот как-то моя кожа настолько сбалансирована после использования этого средства. Его надолго хватает. Мне очень нравится упаковка. Я никогда не переживаю, что у меня что-то разольется, израсходуется. Я просто вот беру небольшое количество при помощи этой палочки. Я где-то потеряла крышку и все. У меня ничего не растекается, не расплывается. Если я куда-то еду, я перекладываю в небольшую баночку вот этот бальзам. Как-то не знаю, вот бальзамы сейчас завоевали мою душу. Косметическую душу я имею в виду. Еще классный от Vanilla & Co. Но вот этот как-то больше радует меня и упаковкой. И в принципе, вот второй раз обязательно куплю, покупала его на iHerb. И вот из этой категории именно бальзамов, классных бюджетных, я пока что не встречала. Немножко другая ситуация с гидрофильными маслами, потому что бюджетные бренды уже научились делать классные средства. Я вот зачастую использую вот это от The Face Shop. Это уже не первая баночка, оно жидкое, оно больше подходит для жирной и комбинированной кожи. Но я со своей сухой тоже не жалуюсь. Если вас смущает то, что оно прям вот жидкое, то можно купить что-то более вязкое. У марки Beyond есть замечательное. И еще у Belinda. Но оно прям такое, вот знаете, жирненькое. Оно уже по своей консистенции больше напоминает такое растительное масло, но классно справляется с макияжем. И после него нет никакой пелены на глазах, ощущение пленки на лице. Если вы не хотите заказывать корейщину, выискивать ее где-то там, у вас продается марка Belinda, то стоит попробовать. И для того, чтобы все вот это добро смыть с лица прям окончательно, я всегда пользуюсь пенкой. Я за двухэтапный или даже трехэтапный демакияж, я уже сто раз об этом говорила. И вот сколько бы я всего не пробовала, у меня есть свои фавориты, но из доступных именно, вот это мой фаворит. Это мицеллярная пенка от марки La Roche-Posay. Я пробовала корейские средства такого плана. Ну вот сушат они мне кожу, вот это более бережно очищает ее, ее можно использовать и утром, и вечером. И она классно смывает макияж. В экстренных случаях даже без гидрофильного масла она справится, и ее на очень долго хватает. То есть, если вы раз потратитесь, то, скорее всего, она прослужит вам где-то полгода. Она дает такую плотненькую пену, классно распределяется, ничем не пахнет. В общем, эта пенка до сих пор остается для меня лучшей в своей категории. Я израсходовала не одну баночку и хвалила еще до того, как La Roche-Posay что-либо начали присылать мне на обзор. Так как я очень много тестирую всякого разного, у меня иногда забиваются поры во время критических дней, несколько воспалений, это практически неотъемлемые экспонаты на моем лице. И когда я знаю, что я регулярно пользуюсь фильтром, вот прям активно наношу несколько раз в день, обновляю, я уверена в том, что у меня появятся черные точки, иногда какие-то прыщики. И вот в такие моменты, в принципе, я довольно часто просто так пользуюсь этим средством, для того, чтобы воспаления не появлялись на моем лице. Это гель для умывания от бренда Cosrx. Мне уже даже пора бы проверить срок действия этого средства, его на очень долго хватает. Здесь в составе есть масло чайного дерева. Этот гель имеет нейтральный для нашей кожи pH. Кто-то говорит, что гель от Cosrx немножко подсушивает кожу. Я ничего такого не заметила, а для меня, наоборот, он как бы балансирует ее. То есть я умываюсь, нет ощущения стянутости. И так, как я сказала, воспаление и забитые поры появляются с вот этой штукой гораздо реже. Прям вот убрала ее на несколько недель. Понимаю, что хочется к ней вернуться, потому что для меня это гарантия нормальной чистой кожи. Так что в этом видео о фаворитах я не могла бы ее пропустить. Зачем я до сих пор держу гидрофильные масла, мне тоже непонятно. Едем дальше. Сейчас поговорим о тониках. Небольшое предисловие. Лет 10 тому назад я услышала о том, что тонизирование кожи это обязательный шаг в уходе каждой девушки. Я такая, хорошо. Долго не могла найти свой тоник. Потом как-то все блогеры массово начали рассказывать о разных тониках, что вот они все увлажняют. Я пробовала, чем-то там пользовалась. Ну, непонятно. Пока я не начала использовать именно корейские тонеры, тоники. Не ругайте меня. Я до сих пор не знаю, в чем разница. Я не изучила эту тему. Но факт остается фактом, что они действительно гораздо лучше работают. И я ощущаю разницу. И теперь без корейского тоника я не представляю свой уход. Первый тоник такой самый базовый, самый универсальный, увлажняющий. И мне кажется, что он даже больше подойдет на холодное время года, если у вас комбинированная и жирная кожа. Это бренд Клэрс. Я покупала все свои корейские баночки, большую часть, наверное, на iHerb. И ссылки я обязательно оставлю для вас. У него такая плотненькая, слегка даже гелевая текстура, но он хорошо впитывается и сразу дает очень классное увлажнение после такого средства. К примеру, на комбинированную или на жирную кожу можно нанести какой-то матирующий крем, то есть не плотный, не жирный. И тогда ваш макияж будет выглядеть лучше, но при этом кожа будет сбалансированной. А для сухой кожи, ну, просто выбираем не питательный крем, а увлажняющий. И опять-таки все они будут выглядеть каким-то жирным блином. И вот это просто база для меня. Что касается пустой банки от эссенции бренда Миша с шикарным составом, вот эта штучка заставляет ваши уходовые средства работать еще лучше. У меня версия для сухой кожи, это интенсивное увлажнение. Она прям как водичка, но она действительно дает дополнительное увлажнение. Возможно, кто-то не понимает вот такие тонеры первой эссенции, которые наносятся первым шагом. Для меня это must-have, и я обязательно куплю еще одну. Я вижу, что мне этого не хватает. Сейчас, пока за окном лета, я спасаюсь тоником от Клэрс, но к осени я обязательно повторю, потому что хочется дать своей коже немножко отдохнуть, не перенасыщать ее. Но, наверное, для жирной кожи этого будет слишком, именно на теплое время года. Если вы хотите тоник, который будет и увлажнять, и при этом приводить кожу в баланс, не перегружать ее, советую присмотреться к марке Benton, хоть у меня совершенно другой тип кожи, я все равно с огромнейшим удовольствием пользуюсь этим тонером, так как он очень хорошо подлечивает воспаления, какие-то несовершенства на коже. Он хорошо увлажняет кожу. Здесь есть муцин улитки, алоэ и салициловая кислота, но она здесь, насколько я помню, не совсем в рабочей форме. Чудесным образом этот тоник все-таки справляется со своей задачей. Он подлечивает, но не высушивает. И вот если вы не хотите наносить что-то липкое, что-то непонятное, вот прям хочется чего-то легчайшего, и при этом подлечивать какие-то бяки на лице, то вот это то средство. Девочки, я в своем уме, я понимаю, что это не совсем бюджетные банки, но мы говорим о доступном уходе, который работает. Я пробовала очень много тоников и масок от белорусских брендов. Они до сих пор где-то в комоде лежат, надо от них избавиться. Я просто не нашла то, что дает настоящий видимый результат. Конечно же, если бы у меня в свободном доступе были все вот эти баночки, я бы не просто опиралась на отзывы в интернете и что-то там заказывала через других девчонок, которые мне это все привозят, то я бы уже однозначно нашла гораздо больше средств, прям стоящих. Пока что вот пробовала что-то из Jai. И это такой бренд, что у них есть несколько единиц, которые вот прям классные. Остальное все можно мазать, можно в принципе не мазать. Эволайн тоже самое. Пока что ничего такого для себя я не открыла. К бренду Белленда мы чуть позже перейдем. Есть и Перфекта, и куча всего. Но пока что я в этом видео показываю вам прям все проверенное за 4 года. Если вы вложитесь, скажем, в бренд Benton, выберите один тоник, один крем какой-то там, то вы потратитесь один раз в год или там один раз в полгода. И в принципе все вот это скупать сразу не надо. Вы выбираете то, в чем нуждается конкретно ваша кожа. Может там лучше вложиться в сыворотку, а тоник взять подешевле. Или, ну в общем, вы выбираете сами. Просто пока что на данный момент я показываю то, что можно купить обычному смертному. А не тоник за 100 долларов, крем за 150, гидрофильное масло за 150 долларов и так далее. Мне кажется, что это более-менее доступный сегмент, то, о чем я сегодня говорю. И если у вас жирная кожа, у вас есть какие-то постакне, вы хотели бы осветлить пигментные пятна или в принципе кожу. Пигментные пятна это очень коварная вещь. И я пока что не слышала ни об одном средстве, которое вот прям гарантировало бы. Но то, что я заметила на себе, я что-то там расковыряю, потом очень долго красное пятно. И когда я пользуюсь косметикой Benton, конкретно двумя баночками, замечаю, что очень быстро проходит воспаление. При этом кожа не пересушенная, как после Effaclar. Effaclar люблю всем сердцем от La Roche-Posay. Но иногда вот когда за окном прохладно там или еще что-то, не хочется прям высушивать свою кожу. Или я знаю, что мне надо будет нанести какой-то стойкий макияж, а кожа сухая. Но это как-то потом все не очень хорошо выглядит. И вот классный тоник, опять-таки от марки Benton. Здесь муцин улитки. И насколько я помню ферменты, ну у них все составы, прям вот читаешь, как такое может быть. Это водичка тоже, которая как бы ничего не делает, потому что вы не почувствуете какого-то сверхувлажнения, чего-то там еще на второй день просыпаешься другим человеком. Нет. Но если вы будете пользоваться вот этой вещью в сочетании с их лосьоном, давайте потихоньку, наверное, переходить к основному уходу. Это вот такая же баночка из той же линейки. Их сложно, их сложно, их просто перепутать, но я опять напишу все-все-все-все, чтобы вы не заказали что-то другое. И в сочетании вот эти вот две вещи очень классно отбеливают, убирают постакне. И наносишь их, они быстро впитываются и оставляют матовый эффект на лице, но не стягивают. И то, о чем я сейчас вот заговорила, это лосьон. Это лосьон, который содержит в себе исквалан. Это увлажняющий, мощный увлажнитель и муцин улитки, пчелиный яд, гиалуроновую кислоту, неоцинамид, по-моему, здесь и сок алоэ. И вообще, в принципе, чего здесь только нет. При длительном регулярном использовании вы заметите, что ваша кожа будет не так сильно жирниться, особенно в холодное... в холодное... в теплое время года. Поры будут более стянутыми, кожа светлеет. То есть, она приобретает такой более равномерный оттенок. И для меня это очень концентрированный уход антиэйдж. У меня все-таки взрослая публика. Я надеюсь, что вам будет актуально. И вот особенно, если у вас жирная кожа, и вы уже не знаете, чем бы таким намазаться, все уходы с такой антивозрастной функцией имеют плотную текстуру. Они ложатся пленкой, они очень часто прям такие тяжелые на лице. А вот это что-то легенькое. Если вот эта вещь будет вам подсушивать кожу, поверх вы можете нанести какую-нибудь увлажняющую маску и так лечь спать. Или же на ночь используем что-то очень увлажняющее, ту же маску, а утром под макияж наносим вот эту вещь. И она замечательно ведет себя, как база под макияж в теплое время года для любого типа кожи. И в принципе для жирной, склонной к жирности в любое время года. Классная вещь. А в сочетании это вообще фантастика. Но надо пользоваться не неделю и даже не две. Но с первого применения вы поймете, что эта вещь быстро впитывается, легенькая. И вот все стягивает. Кожа такая прям свежачок, не жирная, не блин, не блестит. И классно под макияж. А дальше вы поймете, что вау, эти штуки работают. Любимые кремы под глаза за адекватную цену. Сейчас лето. Давайте начнем с самых легких. Вот этот от ЦРВ сейчас практически везде со мной. Даже когда мы ездили в Турцию, было 40 с чем-то градусов. И мне все-таки хотелось чем-то воспользоваться. Как-то восстановить свою кожу после загара. Хоть я и стараюсь не загорать. То есть с SPF 50 вы видите, что я далеко не белоснежка. И вот этого мне было более чем достаточно. Он имеет легкую текстуру, он быстро впитывается, замечательно подходит под макияж. Если вы привыкли к таким мощным, слегка даже маслянистым кремам, то для вас такие-то детские шутки. Я летом предпочитаю что-то легкое, потому что когда я начинаю потеть, ну вокруг глаз особо не потеешь, но все равно каким-то образом все плывет. Отпечатывается тушь потом. Так что вот это для меня просто спасение. И я бы не сказала, что он вообще ничего не делает. Это просто легкое увлажнение. Конечно, когда придет холодное время года, я переключусь на соответствующий уход. И вот этот от Урьяж, он гелевый, он легенький, быстро впитался. Мы там что-то намазали, подкрасились и побежали по своим делам. Или даже если не накрасились, просто наносим легкий крем, он не блестит. И если у меня что-то под глазами блестит, то у меня дополнительно подчеркиваются мои впадины. Так что для меня это такой пункт. Я всегда выбираю что-то легкое, если я планирую не краситься. Это для малой девушек. Или вот для таких дам, как я, которые летом предпочитают все самое легчайшее. В принципе, у меня нет особых изменений вокруг глаз. Пока что, наверное, еще не время. И вот этого, наверное, достаточно для того, чтобы даже дать коже передохнуть, пока за окном жарко. Если вы хотите что-то легкое по текстуре, но действенное, вот этот крем от Benton уже у меня был. И я даже как-то показывала вам, что остатки отдала подружке. Пусть попробуют. Здесь целых 15 миллилитров. Ой, каких 15? 30. 15 это стандартная грамматура. Здесь 30 грамм. То есть, в два раза больше. Опять-таки, если тратитесь, то баночка очень долго вам посужит. У него плотненькая, сейчас не хочу вскрывать, плотненькая, слегка даже силиконистая текстура. И когда я первый раз намазала его, подумала, ой, это, наверное, что-то такое прям жирное, конкретное. Он работает, он классный, он быстро впитывается даже под макияж. И вот почитайте отзывы в интернете, пишут, что он убирает морщины. Я со своей колокольней могу только сказать, что он очень хорошо увлажняет. И надо протестировать на маме. Бедная моя мама, чем она только не пользуется. Но я всегда вот, знаете, читаю там все, анализирую, и потом только привожу ей, чтобы не ухудшить ситуацию. Если вы любите что-то такое жирненькое, или вы смотрите это видео осенью, зимой, то советую присмотреться к натуральному крему от марки Накоми. Это польский бренд. Я кое-что пробовала, что-то понравилось, что-то не очень. Вот этот органовый крем, он очень хорошо питает кожу под глазами. Это не просто увлажнение, это прям вот программа максимум. Обалденный. Мне ничего не раздражает, не вызывает аллергии. Класс. И второй, который, к сожалению, у нас не продается, но всегда, когда кто-то из знакомых едет в Хорватию или в те вот края, прошу, чтобы привезли крем с ромашкой от марки Афродита. Вот такой скромный. Всегда стоил около 10 долларов. Наверное, если заказывать через интернет, то получится дороже. Но если собираетесь, если знакомые едут, попросите купить. Вставлю картинку, как выглядит упаковка. Она такая, ну, большая. И крем плотненький. У него хороший состав. Там тоже витамин Е, всякие питательные компоненты, которые ухаживают за областью вокруг глаз. Написано, что это уход антиэйдж. Если у вас сухая кожа, если вы пользуетесь плотными консилерами, нельзя. Но если все-таки, то чем-то таким более серьезным. Мажьтесь. Короче говоря, этот крем хвалила много раз. И он со мной уже на протяжении 4 лет. Ну, вот сейчас все банки открыты. Не получается допользовать до конца. Но если бы у меня был только вот этот, я бы тоже не плакала. И на iHerb я покупала масло под глазом. Оно со временем внутри, вот знаете, превращается в неоднородную текстуру. А как будто такие катышки в нем. Меня это не смущает. Вас просто предупреждаю. У него очень яркая отдушка. Чуть-чуть как у звездочки. Здесь какие-то эфирные масла. Но я сначала открыла и подумала, о нет, только нет. Я не люблю, когда уход так ярко пахнет. Еще и под глаза. Думаю, может какие-то раздражения. У меня кожа под глазами реагирует. Так вот, когда я нанесла эту вещь, я поняла, что оказывается, я не расслабляю кожу вокруг глаз. И когда наносишь вот это масло просто похлопывающими движениями под воздействием тепла пальцев, вот эти катышки, как бы они растворяются. Но не факт, что у вас такое произойдет. Просто это максимально натуральное средство. И это нормально. Это не брак. Это не что-то там. Моя подружка тоже им пользуется. И она говорит, что это лучшее питательное средство под глаза. И я с ней абсолютно соглашусь. А вот этот эффект расслабления, наверное, вот эти эфирные масла не каким-то образом действуют. Прям вот понимаешь, я очень люблю нанести это маслицам. Видите, что я чуть-чуть поделилась с подружкой и сама пользуюсь. Потом беру массажер. Он у меня от бренда Darfan. Но его, по-моему, нельзя купить. Наверное, у корейцев что-то можно найти. Или вот где-то у азиатов точно что-то есть. Он прям такой металлический. И выполняешь в форме восьмерки массаж. Ну, замечательно. Вот фантастическое. Если вы любите консистенцию масел, вас не смущает, что с натуральными средствами может что-то произойти с консистенцией, то присмотритесь. Вот прям бомба. Особенно на холодное время года. Теперь на очереди базовые кремы. Видео уже длится полтора часа. Но все самое любимое за 4 года я не могу пересказать за 15 минут. Уж простите. Но многие любят долгие ролики. Я хочу с вами общаться, как с подружками. Я не хочу просто тарахтеть, там сказать, что классный крем купите. Если вам нужно в такой версии, то смотрим в инфобокс, просто выбираем из списка то, что нужно конкретно вам. Если кожа жирная, или если вы любите все такое прям легкое, вообще как база под макияж, что мазал, что не мазал. Ну как, я жчу сейчас, немножко утрирую. Надо понимать. Крем от марки Жая. Сейчас запакован, не пугайтесь. Я когда-то использовала целых 2 баночки. Именно в холодное... Фу. Что с этим? В теплое время года. Здесь не какой-то супер классный состав. На это даже не рассчитывайте. Но этот крем имеет очень легкую консистенцию. Он у меня не вызывал прыщи. Еще что-то там. Поэтому, если вы нуждаетесь в чем-то вот таком, просто намазала в качестве базы и побежала, не пугайтесь, что здесь написано 25+. Здесь нет ничего, что могло бы навредить, как-то, не знаю, перенасытить молодую кожу. Для любого возраста и даже для нормальной кожи. У меня тогда была нормальная кожа. Я им с удовольствием пользовалась. И, к примеру, если днем используете что-то очень легкое, то вечером нанесите более питательное. Или под вот этот крем какую-то более улажняющую сыворотку, если хотите. Активную, к примеру. Вот этот крем от бренда CeraVe. Все по-разному произносят. Я буду на наш манер. Говорила вам о нем в весенне-летнем уходе. И до сих пор придерживаюсь своего мнения. А похудевшая баночка только говорит о том, что я им регулярно пользуюсь. Когда я вижу, что кожа чуть более сухая, беру крем от Айзенберг или сейчас что-то там у меня от Lancome. А вот эта вещь очень легкая. Она гелевая. И когда наносишь ее, быстро впитывается. И кожа очень комфортна. С Турции им пользовалась. Очень жарко было. Вечером красилась. И вечера там далеко не прохладные. Ничего не блестело. То есть просто наносила какой-то тоник в форме миста. Или тогда у меня эссенция была. Уже забыла. Но сам факт, что вот эта вещь очень здоровская. И она настолько базовая, что если у вас не какая-то супер сухая кожа, вот если у вас так летом, значит что-то не так в вашем уходе. Может отщение, может состояние здоровья. И если вы хотите что-то более увлажняющее, ну такой базовый крем. Вот он на любое время года. Просто летом используйте чуть меньше. Опять-таки Клэрис. Покупала его. Не помню точно где. Но сейчас этот бренд есть на iHerb. И это вот основа основ. Он тоже классно выглядит под макияжем. То есть он впитывается и не чрезмерно как-то блестит на лице. С ним все нормально. Вот просто базовый крем. По-моему здесь в составе есть что-то, что слегка выравнивает текстуру. Если вы не эко-фанат, чистейшая там все, то очень советую. И я заметила, что на моей коже супер натуральные средства. Они всегда хорошо работают. Они вызывают аллергии. Они забивают мне поры. Иногда там какие-то отдушки. Иногда консистенция. А мы и так живем в такой экологии, что крем это меньшее зло. На холодное время года. Вот крем от марки Белленда. Это просто очень питательный крем. Здесь состав, ну так же не могу сказать, что прям какой-то супер классный. Они пишут, что молочная кислота, которая призвана увлажнять кожу. Гиалуроновая кислота. Здесь есть иланолин, который прекрасно смягчает кожу. И масло какао. Девочки, чуть не забыла сказать, что у Dermedic один из самых классных базовых кремов. Вот честное слово. Просто покупайте его на холодное время года или гелевый на теплое время года. И все. Больше вам в принципе не надо. Но я знаю, что Dermedic не везде представлен. Это скорее для тех, кто живет в Украине на мейкапе. Эта марка практически полностью представлена, насколько я помню. И очень многие купили по моей рекомендации. И вам так же они нравятся. Опять-таки добавляйте какую-то активную сыворотку на ночь или какие-то кислоты. Ну вот база, база-база. Масло масляное немножко получилось. Вот этот кремик тоже имеет приятную консистенцию. Еще в Польше есть бренд Evre. Я поищу. Возможно, они доставляют. И у них есть крем 30+. Но я бы не сказала, что он прям 30+. Там ничего тоже такого нет, что разгладит морщины. Ни один крем на это не способен. Чуть что-то там корректирует. Есть кислоты, которые создают разницу. Но если говорить о креме, то вот 30+, у них очень классный питательный крем. Если смотрите в холодное время года или планируете покупки, то тоже оставлю вам название. Он с розы идет. Вот такой крем и для возрастной кожи. И в принципе для сухой, для комбинированной, не уверена, что для жирной. Или если вас не смущает легкий блеск, то, наверное, для жирной тоже подойдет. Вот он здоровский. Все забываю вам сказать. И вот для возрастной, очень уставшей, серой, какой-то такой измученной, иссушенной кожи с неровным рельефом. Я больше говорю о каких-то забитых порах чуть-чуть, о мелких морщинах, которые возникают от пересыхания. Сейчас на мне, допустим, довольно сушащий тональный крем. Я вижу, что с ним у меня больше видны всякие мимические проявления. Но если я пользуюсь чем-то увлажняющим, то все гораздо лучше. Просто для видеосъемки в такую погоду, как сейчас, у меня нет выбора. Что касается крема, который может помочь в такой ситуации, особенно на холодное время года, потому что здесь есть какие-то кислоты. Здесь классный состав. Уже не буду останавливаться. И эмалиенты разные, которые хорошо прям увлажняют кожу. И витамин С. Ну, в общем, говорят, что здесь прям действенный состав. Сейчас у него изменилась упаковка. За прошлую зиму я использовала очень много. И, наверное, в этом сезоне не стану пользоваться конкретно вот этой баночкой. Закажу новой, потому что у него настолько натуральный состав, что я боюсь, дабы он не испортился. У него приятный аромат. Я боюсь вам советовать Дерма Э. Он такой коварный. Я в этом году сама к нему не вернулась, хотя с ним у меня кожа была настолько классная. Но как-то, не знаю, почему-то решила попользоваться чем-то другим. И вот этот вот крем, он ночной. Есть еще дневная версия. У меня именно ночная. И я вам от чистого сердца советую попробовать его. В принципе, здесь не настолько большая концентрация кислот. И всего остального я не уверена, что вы можете получить от них пигментные пятна и все такое. Но у него плотная текстура. И он очень сильно не просто увлажняет, а питает. Он ощущается, как ночная маска на лице. Поэтому я все-таки больше рекомендую его на холодное время года. Если вас, так как меня это не смущает, в принципе, я могу намазаться чем-то супер жирным. Сейчас я даже пользуюсь маслом для лица. И все окей. То можете даже сейчас заказать. Ставлю ссылку. Или добавляйте в список желаний, чтобы потом к осени не забыть. Он действительно волшебный. Он классно и выравнивает цвет. И с ним кожа такая вот плотная, упругая, напитанная. Утром просыпаешься и так, видишь, свежачок. Работает. Чем дольше вы будете им пользоваться, тем лучше будет результат. Я бы даже советовала не каждый день его мазать, а, скажем, через день или раз в неделю. Смотрите по состоянию кожи. Или для того, чтобы придать ей более такой жизнерадостный вид. Хотя бы там для профилактики попользоваться. Он есть в нескольких форматах. У меня, по-моему, тот, который поменьше. Не вижу смысла заказывать большой, потому что он может подпортиться. Потихоньку, я бы даже сказала, в темпе улитки мы с вами добрались до активных сывороток. И тут мне хочется начать именно с бренда Биленда. Ничего круче за эти деньги я не нашла. И сыворотка с витамином С и с гликолиевой кислотой. Одна из самых классных, по моему мнению. Я ее как-то купила, начала пользоваться. Забыла о ней. Вижу, что она уже, скорее всего, может не работать. Но я ее хранила специально для этого видео. Если вы постоянный зритель на моем канале, то вы видели, сколько пустых баночек вот этой штуки я показывала. Эта сыворотка, она выравнивает свет лица, убирает мелкие морщинки. Она осветляет все. Она стягивает поры. Гликолевая кислота, она может назначаться всем. Потому что она такая универсальная. И даже для сухой кожи, и для жирной. И вот эти вот АХ-кислоты, фруктовые кислоты, они подходят любому типу кожи и любому возрасту. Смотрите просто по состоянию. Мне иногда задают вопросы. Мне 18 лет. Я могу пользоваться? Если вы видите, что есть какие-то красные пятнышки, еще что-то. Это не только антивозрастные компоненты. Я имею в виду фруктовые кислоты. Они очень классно стягивают поры. Они убирают какие-то там несовершенства на лице. Вот если наносишь хайлайтер и такие бугорки, тоже кислоты как будто, ну я не могу сказать, растворяют. Это больше, наверное, БХА кислоты. Но все равно после фруктовых я замечаю, что кожа прям такая ровная, как будто ее кто-то шлифовочной машинкой отполировал. Так что попробуйте. Не советовала бы делать это в теплое время года, ближе к осени. Вот когда уже солнышко не настолько активное, дабы себе не навредить. Я пользуюсь SPF, но кто-то пользуется, кто-то нет. Я бы не хотела, чтобы вы меня потом за это винили. И у меня также была сыворотка с миндальной кислотой. С нее началась моя сумасшедшая любовь с маркой Белленда. И вот она больше для жирной кожи, потому что она все-таки чуть больше подсушивает, чем вот эти две. И еще одна, которую я тестировала, по-моему, для битвы брендов. Уже я потерялась, столько всего было за этот год. Она идет с витамином С. И она чуть больше подсушивает, чем та, которая у меня от марки Kiehl's. Но она классная, она работает. Она работает приблизительно так же, как эта. И просто выбирайте, пробуйте. Вот эти вот две самые универсальные, пожалуй, у марки Белленда. Они вообще-то такие прозрачные и чуть-чуть липковатые. Если сравнивать с более дорогими, которые у меня есть, с тем же Kiehl's, то они все-таки больше стягивают, подсушивают и ощущаются на коже. И у них чуть-чуть неприятный химический запах, чтобы вы не были в шоке. Но, ну как, вот это даже пахнет чем-то таким парфюмированным. Но миндальная, она прям такая, ну специфическая, скажем. Не что-то критичное, но они пахнут. И вот наносишь через день. В общем, у меня есть отдельное видео о кислотах. Просто напоминаю о том, что до сих пор я считаю вот эти сыворотки прям бомбическими. Если вы хотите и фруктовые кислоты, то есть отшелушивание кожи, и при этом хотели бы растворить грязь в ваших порах, все вот эти себумы, которые собираются, и черные точки убрать, то советую присмотреться к сыворотке, которую я покупала на iHerb. За всю зиму я использовала несколько с миндальной кислотой и вот эту тоже. Я чередовала их, когда мне хотелось просто что-то для профилактики нанести, для того, чтобы выровнять рельеф. Вот эта сыворотка очень классная, и она имеет также такой, ну, химический запах. Я бы даже сказала, чуть более специфический, чем у марки Белленда, потому что у них какая-то там парфюмерная отдушка все-таки есть, а здесь такое впечатление, что просто вот, ну, кислоты так пахнут. Даже когда я делала кислоты дома, кислотные пилинги 40%, ну, это приблизительно то же самое. Не по действию, а по запаху. По действию то же самое, да, обновление кожи и обалденное. Стоит недорого, и вот к осени я еще раз буду вам толдышить о ней, что она классная. Ретиноловая сыворотка ближе к осени на iHerb. В принципе, на iHerb есть классный крем с кислотами, по-моему, с гликолевой кислотой, причем с него можете начать. 5% пользуемся, потом 10%, об этом поговорим осенью. Просто еще раз говорю, что на iHerb много средств такого плана. Если сейчас хотите чем-то пользоваться, от Pixi, классный тоник с 5% гликолевой кислотой. Он прям тоже работает, и с него можно начать, и им даже безопасно можно пользоваться летом. Вот если хотели что-то из кислот, то тоже Pixi. У меня где-то была миниатюра, я ее допользовала, я, по-моему, в поездке выбросила. Вот эта сыворотка с ретинолом, она такая желтенькая. У меня здесь прям остатки на дне, на дне. Что-то тут мне удалось раздобыть. Она, в принципе, легенькая, она быстро впитывается, она работает. Если у вас уже первые морщинки, для профилактики я бы не советовала использовать ретинол, если вы видите, что какие-то первые заломы появились. Можете просто даже наносить эту сыворотку на определенные участки лица, если на все лицо не хотите. Зимой я в этом году прям буду активно пользоваться ретинолом, кислотами больше. Для профилактики еще посмотрю. Пока что плана у меня нет, пока что у меня лето. Но вот эта сыворотка с ретинолом, она не сушит кожу, она даже делает кожу такой более напитанной, то есть вот она по плотности потом отличается. Когда пользуешься этой сывороткой, видишь, что она не такая рыхлая, а более собранная, сконцентрированная. Ну, вы понимаете, да? И еще затерялся у меня любимчик от La Roche-Posay. Здесь уже практически ничего не осталось. Гидрофаз Интенс зимой с удовольствием пользовалась им на протяжении двух сезонов, между прочим. Весной показывала вам сыворотку тоже от La Roche-Posay. Она идет с витамином В5 и гиалуроновой кислотой. И потом уже никогда ничего о ней не упоминала, не потому что это плохое средство. Она у меня тут вот на дне, видите? Буквально на 4 раза осталась. Потому что тогда уже наступило лето, и я посчитала ненужным сильно вот как-то рекламировать это средство. Ну, все, о чем я говорю, это по сути реклама. Я вам советую, ну, вы сами выбираете, вы об этом знаете. Это сыворотка как мощное дополнительное увлажнение для сухой кожи в межсезонье или в холодное время, или для комбинированной в холодное время года. Она ощущается на лице, она очень сильно насыщает кожу влагой и даже создает такую, я не хочу говорить пленку, но как бы защитный слой, который предотвращает потерю собственной влаги. После перелетов, очень люблю, как-то в последнее время было так много поездок, я приезжала, кожа максимально сухая, я наносила вот эту сыворотку, тоник сыворотку и потом еще масло. И тогда для меня был самый лучший эффект, как после супер увлажняющей ночной маски. Классное средство, не самое бюджетное, но только на холодное время года, или для таких случаев, вот как у меня приехала, кожа очень сухая, такая обезвоженная тоже, кстати. После пляжа пользовалась ею иногда. Вот когда мы приехали, не знаю, на море все было нормально, перестаешь загорать, все шелушится, и вот тогда под ЦРВ наносила вот эту сыворотку, тоже очень нравилась. Даже несмотря на то, что было жарко, но у меня кожа склонна к сухости. Маска, о которой вы часто спрашиваете, и давненько я ее не показывала, сложила в коробку, чтобы не забыть в этом видео о ней рассказать, и все, не пользуюсь. Пора бы уже ее вскрыть. Это маска с гликолевой кислотой от Andalou Naturals. Я видела, что этот бренд продается в некоторых аптеках в Киеве, но я покупала на iHerb. Я уже израсходовала две баночки вот этой маски. Она выглядит как тыквенное пюре. Сейчас посмотрю. А, вот, можно открыть, показать вам. Вот такая у нее консистенция, и даже, можно сказать, съедобный аромат. Ну, то есть, как фруктовое, не фруктовое, а какое-то овощное пюре. Наносишь ее на лицо. Девочки, если есть купероз, расширенные венки, на лице какие-то покраснения, на те участки не наносим. Это очень активная маска с кислотами. По-моему, здесь энзимы чего-то были. И, вы знаете, она очень сильно отшелушивает. Возможно, вы сразу не поймете, и лицо может даже покраснеть после этой маски. Не держите максимально долго. Там две минутки, и смываем с самого начала. Но, чем дольше вы будете пользоваться этой маской, тем больше вам будет нравиться ваша кожа. Она станет такой свеженькой, такой отдохнувшей. Вот эта серость уйдет, потому что отшелушивается верхний слой нашего эпидермиса. Это кислоты, которые способствуют обновлению кожи. Это своеобразный микростресс для кожи. И она такая, надо бы ко мне поинтенсивнее работать. И, в принципе, убираются какие-то покраснения, воспаления. Я не очень люблю наносить эту кожу в те дни, когда я вижу, что у меня там тут красное я надавила, тут еще что-то заживает, тут назревает. Но для профилактики и от первых морщинок, когда даже кожа очень сухая, я люблю нанести такую маску. Она помогает мне убрать все какие-то шелушения. И дальше что-то очень сильно питательное. На ночь и вообще бомба. В холодное время года можно пользоваться 2-3 раза в неделю. В теплое время года не забывайте о SPF, потому что маска очень активная. Еще раз скажу, это вам не шуточки. Можно пользоваться так же, как любыми кислотными средствами, именно с фруктовыми кислотами в любом возрасте. Смотрите по состоянию кожи. И поры потом такие стянутые, они чистенькие. Конечно, если у вас есть какие-то застойные черные точки, от них нужно избавляться механическим путем. Но от всего поверхностного помогает мощная, очень классная очищающая маска. Но она не сушит, не стягивает кожу, стягивает поры. И мне она очень нравится. Прямо вот когда воспаление, так как сейчас вы можете не заметить, это будет говорить о том, что я хорошо все замазала относительно. И пользуюсь тогда вот этой масочкой, когда вижу, что что-то, вот какая-то неровность на лице, вот будет прыщить, только непонятно когда. И вот пользуюсь этой маской, или воспаление начинает угасать, или наоборот, утром оно выходит, быстро убирается и заживает. Эту маску очень сильно люблю, и после него вот поры такие, знаете, подтянутые, классные. Но с ней тоже не надо переусердствовать. Раз в неделю, наверное, максимум. И, конечно же, не могу не вспомнить о своих любимых падах с салициловой кислотой. Здесь 2% салициловой кислоты. Если уж надавила, если приф, капец, надо что-то решать, то беру такой пад, протираю им мое воспаление, и все гораздо быстрее заживает, подсушивается, и потом уже не такой бугор, а утром он более плоский. Еще иногда наношу эфаклар поверх, и тогда вообще фантастика. Вот, пожалуй, все, наверное. Еще вот скажу о маске Яя, то я о ней периодически забываю. Она лежит у меня в прикроватной тумбе. Я просто регулярно забываю ее принести, чтобы сказать, вот это классное средство. Если будете в Польше, это маска под глаза. Она идет с керамидами, с увлажнителями разными. И если ее наносить плотным слоем под глаза, то это будет маска. Если более тоненьким, то можно даже использовать как крем. Кто-то может поспорить, я иногда так делаю. Она очень хорошо питает область под глазами, не раздражает. Даже если я нанесу много, глаза после этого не красные. Иногда, когда средства попадают в глаза, появляется ужасное сжение. Нет, здесь все очень прилично, и стоит она недорого. Около 8 долларов, но здесь сумасшедший объем 50 миллилитров. Если вы живете в Польше, она продается не в Росманах, не в Хэбе, а в таких корнерах или в специальных магазинах марки Яя. Это уже вторая баночка в моей косметичке. Очень классная маска на основе розовой глины, насколько я помню, с гиалуроновой кислотой и имбирем. Но то, что я могу сказать от себя, она настолько же классно работает, как ни одна дорогая маска типа Kiehl's. Она очень хорошо и очищает кожу, и отшелушивает, освежает, осветляет, и при этом увлажняет. Она вот обалденная. Все, что я могу сказать, прям за копейки. У меня также есть знаменитая скатка от белорусского бренда, но она очень сильно проигрывает по сравнению с корейскими. У меня была целая азиатская линейка «Секреты Азии» или как в красных банках с белыми надписями. Тоже, по-моему, от Vitex. Мне девчонки привозили из Беларуси. Я не заметила. У меня были там разные маски под глаза и всякие тоники тоже там якобы с кислотами. Ну, не заметила. Я как они работают. Посоветуйте, может, что-то попробовать. Вроде как по отзывам выбирала, но ничего сверхъестественного не заметила. И даже удовлетворительного. Вот, ну, абсолютно никак. Жду ваших комментариев. Возможно, у вас есть какие-то недорогие любимцы. Из того, что не понравилось, не поняла, сыворотка под глаза из iHerb Insta Natural. А, и вот у них тоже есть сыворотка Insta Natural. У меня была с ретинолом, с чайным деревом. Она тоже обалденная. На осень очень советую попробовать. Закончила ее, видите, забыла. Теперь вот что-то там вспоминаю, что еще если что-то хвалила из бюджетного ухода раньше, то все до сих пор актуально. И Фармацерис крем с 5% миндальной кислоты из 10 тоже. Вот с 5% можно начать, перейти на 10%. Ну, то есть то, что показывала раньше, все актуально. Просто средства заканчиваются. Я о чем-то забываю. Сейчас вот у Беленды нашла новую линейку. Здесь тоже и неоцинамид. И вообще, ну, классный состав. Прямо в начале работающие средства, не средства, а компоненты и миндальная кислота в начале состава. Вот это буду пробовать чуть ближе к осени. С зеленым... Ничего не сказать дерево. С зеленым чаем. И что еще? Наверное, мне уже пора заканчивать. А то в голове полнейшая каша. Где-то... А, вот. Масочку тоже от Беленды купила. И она очень сильно напоминает Kiehl's. Это вам по секрету скажу. Но для тех, кто досмотрел до конца. Потом уже как-то в каких-нибудь аналогах люкса или в находках или что-то там. Вот она ничем не отличается от марки Kiehl's. И наверняка ни одной другой гелевой маски, увлажняющей какой-то там. Даже наравне с L'Oreal, я бы сказала. Но стоит чуть дешевле. Это всегда очень приятно. Если сравнивать с L'Oreal. Все, девчонки. На этом уже точно все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если пригодилось, то не забудьте поставить пальчик вверх. Делитесь этим роликом. Мне кажется, что каждой девушке не помешает узнать что-то новое о уходе или о каких-то других средствах. Я очень старалась. Долго готовилась. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.